Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». В начале июля этого года на городище Старая Рязань ученые обнаружили в северной, наиболее древней его части, уникальный клад ювелирных украшений. О том, что он собой представляет, расскажем дальше. Браслеты, ожерелья, серебряные бусы с зернью, позолоченные нашивные бляшки, подвески, медальон – все эти и многие другие украшения были найдены археологами на городище Старая Рязань. По оценкам ученых, этот клад предположительно 12-13 веков. Так уж было принято, в средние века в минуту опасности люди прятали самое дорогое, что у них было – драгоценные металлы или изделия из них. Не исключено, что этот клад мог спрятать человек перед тем, как город был взят татар-монголами. Старая Рязань известна подобными находками кладов, сокрытых во времена нашествия Батыя. Этот клад отличается от всех других тем, что прятал вещи не владелец клада, а мастер-ювелир. И поэтому, помимо вещей, которые там есть, это либо принесенные ему в ремонт вещи, либо вещи, которые он изготовил, еще не отдал. Были и вещи, которые он не доделал. Там было несколько каменных крестиков, из такого поделочного камня, или яшма, или это змеевик, которые обычно рязанские мастера доукрашали. Они надевали такие наконечники, обоймицы на кончике креста, украшенные серную, сканью. Вот были уже украшенные кресты. Были кресты, где только несколько было обоймиц надето, были вообще без обоймицы. Найденный на Старой Рязани клад 17-й по счету. Найденный на Старой Рязани клад 17-й по счету. В 2005 году здесь были обнаружены предметы, очень похожие на те, что мы видим в экспозициях Кремля. Помимо этих вещей в новом кладе были и такие. Слитки серебра, маленький слиточек золота, ровно золотой фольги. И такой мало пока понятный для нас предмет. Нужно посмотреть, подумать, с коллегами посоветоваться в виде узкой ленты серебряной. Может быть, это была оковка на сундучок, может быть, это было необходимо для оклада икон. В общем, что-то такое, что нужно не человеку в опытной жизни, а мастеру-ювелиру. Конечно, интересен клад в первую очередь тем, что спрятал его мастер-ювелир. Но не только. Это первый клад из ремесленного квартала, в который превратилась древнейшая часть города. Рядом с тем местом, где найден был клад, найдены были и орудия труда-ювелира, матрицы. То есть вот те формы, по которым они теснили, штамповали элементы для украшения, отдельные их детали. Ну, в общем-то, вообще нам известно, что вот эта часть, где нашли клад в Северное Кратище, это такой в период расцвета города ремесленный квартал. Там занимались производством и черного металла, и цветного металла. Мы следы этого производства встречаем. И вот были, выходят, и ювелиры. И совсем недалеко была расположена еще одна мастерская, где делали какие-то недорогие бронзовые изделия. Мы нашли результаты работы этой мастерской. Уникален этот клад и тем, что в нем было много металла. К сожалению, качество его было низкое, многие из вещей не сохранились. Зато ниточки и ткани, в которые он был обернут, дошли до нас. Такие клады, как найденные в 2005 году, или вот в этом году, с сохранившимися не просто отдельными вещами, а комплексами вещей, положен колт и свернута вот так лежит цепочка, на которой мы выносили, составленная из колодочек. И вот видно, что это одна цепочка, поскольку видны ниточки. Вот тот клад, который дает какую-то пищу для размышлений, для реконструкции, вот это вот интересно бывает. По музейным подсчетам, а ученые считают все детали, обнаружено около 150 предметов. Сейчас клад ждет, когда его оценят реставраторы, сколько стоит исследование и непосредственно реставрация этих вещей. Нужно сказать, что многие предметы очень хрупкие, поскольку изготавливались они из тонкого металла. Мастер же не знал, что он на 700 лет все это оставил. Он сверху положил очень тяжелую вещь, скрученную в кольцо вот эту серебряную с золотом ленту. И она раздавила эти предметы. И вот нужно будет определить, можно ли их восстановить. Или это будет такая реставрация, когда их почистят и просто вот соберут то, что не требует больших затрат, большой фантазии. Мы не знаем, как специалисты глянут на реставрацию, потому что есть много способов реставрации. По опыту прошлых лет можно сказать, что на изучение и реставрацию найденных предметов, прежде чем они попадут в фонды музея, уйдет еще около двух лет. История знает немало знаменитых драгоценностей, найти которые мечтали многие поколения кладоискателей. Большая часть некогда погребенных сокровищ до сих пор лежит там, где положили их хозяева. Но малая часть из них найдена, и мы сейчас в различных музеях можем видеть редчайшие произведения ювелирного искусства. Некоторые из них были найдены на городище Старая Рязань. Все эти удивительные вещи из разных кладов, и все они по-своему уникальны. Украшения на первый взгляд кажутся массивными, но на самом деле они достаточно легкие. Дело в том, что в ту пору золото и серебро были очень дорогими металлами, поэтому многие украшения делали из тонких листов материала. Из всех кладов золотых у нас два. То, что найден был в 1822 году, и в 1992 году. Вот клад 92-го года, вот он. Несмотря на то, что, конечно же, золото гораздо дороже, и причем, обратите внимание, золото очень непривычного для нас цвета. Здесь очень высок процент содержания собственного золота. Практически 98-я проба. Вот. Но хорошо и серебро. И не просто вот тем, что это такой белый, благородный, с чернью, зачастую металл, но и великолепная работа по металлу. Вот я говорила, что есть чернью, тут есть у нас два браслета с черненными украшениями. Один с замысловатым, скажем, орнаментом и со сказочными существами, а на втором можно рассмотреть такую бытовую сцену какого-то праздника, участников праздника. И это очень интересно, поскольку дает представление и о костюме праздничном. Мужчин, женщин, все это можно здесь хотя бы в самых общих чертах рассмотреть. Старая Рязань славится своими мастерами. Здесь создавались замечательные произведения ювелирного искусства. Техника была достаточно сложной. Мастера кропотливо создавали каждую деталь. Вот если мы с вами будем рассматривать близко эти подвески, вот эти колотые звездочные подвески, то увидим, что они украшены в технике зерни, то есть все-все сплошь покрыты маленькими шариками. Не просто они беспорядочно, скажем, на припой насыпаны и прогреты, чтобы лишь бы держались на изделии. Нет, под каждый шарик припаяна подставочка в виде маленького колечка, как гнездышко. Так паяли колечко, шарик, колечко, шарик. До пяти тысяч шариков, может быть, на одном изделии, вот на таком. И нам это кажется немыслимой и очень долгой, и какой-то малопродуктивной, может быть, эта работа. Но ведь в то время каждый художник считал, что он не творец. Он инструмент в руках творца. А инструмент не может плохо себя вести. Так что вот тщательность отделки – это тоже особенность таких средневековых вещей, во-первых. И, во-вторых, у них нет изнанки. Мы любое свое украшение рассматриваем, понятно, нам тут лицо, тут изнанка. Здесь не изнанка, это оборотная сторона. Она такая же красивая, просто чуть проще сделана. А вот эти украшения из сравнительно недавно обнаруженного клада. Он был найден в 2005 году. Находка насчитывает более ста предметов и отличается наибольшим объемом и полнотой. Она представляет полный комплект женских украшений. В 2005 году мы увидели следы тех самых грабителей, о которых я рассказывала на градище. Вот такую некрасивую, неаккуратную яму оставлять нельзя. И, конечно же, хотелось привести в порядок и доисследовать то, что хотя бы осталось. И вот там было обнаружено жилище в процессе работ археологической экспедиции. И когда исследовали уже подполье жилища, то там обнаружили спрятанный, видимо, под лесенкой, в которой спускались в подполь, клад. Спрятан он был в таком войлочном или из грубого сукна сделанном кошеле. Каждый предмет может приоткрыть завесу тайн, связанных с градищем Старая Рязань. Рассказать о людях, живших в те века, об их ценностях и мировоззрении. Вот здесь мы видим ожерелье, сделанное из бус и медальонов. И рясные, такие колоколообразные подвески, тоже подвешиваясь к головному убору, по бокам лица. Надо сказать, что когда мы отдавали на реставрацию, то реставраторы нам сказали о том, что это вещи абсолютно новые, малоношенные. Вот они имеют такой новый, совсем белый цвет. Единственное, что средний медальон с позолотой. И тут у них очень интересные мотивы. Такой процветший крест, такое единение вечной жизни. В представлении как язычника хлебороба, так и уже и христианина. Вот по воспитанию, по образованию, так скажем, такой крест растения. Эти уникальные вещи не просто красивы, они помогают более полно составить представление об истории и культуре древнего русского города. Археологи планируют продолжить раскопки на градище Старая Рязань. И они надеются, что благодаря вещам, которые они обнаружат, белых пятен в истории станет меньше. Как, например, это когда-то произошло со знаменитой Троей. Разрушенную Трою искали еще со времен древнегреческого историка и географа Страбона. Искали при Юлии Цезаре и позже, но не нашли. Некоторое время предполагалось, руины города были полностью уничтожены. Однако в 1873 году немецкий археолог-самоучка Генрих Шлиман сделал сенсационное заявление о том, что нашел Трою. Он мечтал о ней с 7 лет, когда его отец, бедный протестантский пастор, подарил сыну книгу, которая называлась «Всемирная история для детей». На обложке этой книги была изображена объятая пламенем Троя. Мечта найти ее не оставляла Генриха всю жизнь. Когда он занялся бизнесом и сколотил небольшое состояние, то решил осуществить свою мечту. Внимательно прочитав Илиаду Гомера, Шлиман сделал вывод, что Троя может располагаться на холме Гесарлык, недалеко от пролива Дарданелла в северо-завадной части Турции. Разваленные предполагаемые Трои Шлиман удалось найти уже во время первых своих серьезных раскопок в 1871 году. Самой большой своей удачей археолог считал обнаружение груды золотых и бронзовых артефактов, названных им «Клад Приама». Шлиман ни секунды не сомневался, что сокровище принадлежит именно этому легендарному Троянскому царю. Однако чуть позже выяснилось, что этот клад относится к более древней эпохе, чем полагал Шлиман. Тем не менее, для академических археологов главным в его раскопках было доказательство существования в Бронзовом веке цивилизации более старой, чем классическая Греция. Замечательная история, как загорелся человек и взглянул на произведение Гомера не как на художественную литературу, а как на исторический документ. Понял, что не может пропасть город абсолютно в никуда, положил на это большую часть своей жизни, поехал и нашел. Правда, не Трою, но тем не менее, нашел город, обогатил мировую сокровищницу замечательными находками, а историю крепил фактами. Важный материал для сопоставления дали раскопки, проведенные в 1884 году в Теринфе. Шлиман работал там вместе с археологом и архитектором Вильгельмом Дёрпфельдом. Там искатели обнаружили фундамент обширного дворца с большим числом коридоров, дворов, больших и малых колонных залов и примыкающих к ним комнат. Этот комплекс имел некоторые сходства с тем, что Шлиман обнаружил во время раскопок Трои Приама. Но существовало важное отличие. Теринфийские постройки были гораздо более совершенными во всех отношениях. Это заставляло признать, что сооружение Трои-2, которое Шлиман счел Гомеровской, на самом деле гораздо древнее. А потому и Леон эпохи Троянской войны археолог-любитель в ходе первых поспешных раскопок не заметил, попросту говоря, изуродовал. В конце концов, осознав это, он пережил страшное разочарование. Наверное, Шлимана немного можно говорить. Пускай говорят те, кто исследует его жизнь, кто о нем пишет. И как о коммерсанте, и как об археологе, и как о выдающемся лингвисте. Ну, а вот мне жаль, что поспешил, доставая вещи из земли. Конечно, боялся. Поэтому и спешил. Но все-таки можно было потщательнее. Попытка Шлимана убедить ученых, что события эпоса Гомера не миф, а исторические факты провалились. Однако он открыл новый этап в археологии. Благодаря его находкам началось изучение меккенской цивилизации, существовавшей в Бронзовом веке. Его вклад в науку не могли отрицать даже те, кто сначала презрительно смеялся над его любительским энтузиазмом. Находки Генриха Шлимана бесценны. Ко всему прочему, он был первым популяризатором открытий в области археологии. Весь мир с большим интересом читал его статьи и книги. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин